Жанар пишет, все время начинаю и бросаю медитировать, что делать? Во-первых, начну с фразы, которую мы повторяем опять и опять. Любое новое действие, любой навык – это дисциплина, это внутренняя и внешняя дисциплина. Нас же приучили чистить зубы, нас приучили умываться, нас приучили ухаживать за собой. Точно так же медитации. Просто очень часто то, что мы ожидаем от медитации, или то, как мы понимаем медитацию, расходится… То есть мы не видим преимуществ, которые мы получаем от медитации. Мы не можем получить эти преимущества, если мы хотя бы минимум 5-7 дней не помедитируем регулярно. Потому что, согласитесь, одного раза сходить в месяц в спортзал мы не увидим никаких результатов. Но если мы будем регулярно ходить несколько раз в неделю, на протяжении нескольких месяцев, иногда для спортзала 2-3 месяца нужно на то, чтобы увидеть результаты, увидеть, что ваши мышцы становятся более сильными, что у вас поднимается выносливость, что ваше тело становится подтянутым. Если нужно время, на все нужно время, точно так же и с медитацией, скажите себе. Вот неделю медитируйте по 5 минут и начните всего лишь с 5 минут в день. Вы увидите, как в течение дня вы чувствуете себя более спокойным, более радостным. Вам проще управлять своими негативными мыслями, они все равно будут приходить. Негативные мысли все равно будут к нам приходить. Но мы сможем их отменять, мы сможем заменять, мы сможем на них не реагировать, мы сможем контролировать себя лучше. И тут возникает вопрос. Если, посвятив 5 минут в день медитации, в течение дня я больше успеваю, я возвращаюсь домой в хорошем настроении, я люблю свою работу, я нашел хобби, мне позвонил человек, о котором я думал, и это будет с вами происходить. Вам просто сейчас нужно поверить и начать это делать. Если это все будет происходить, и вы бросаете, то кому вопрос это? Ну, то есть, ну, значит, недостаточно, то есть, ну, не хотите, значит, вы лучше себя чувствовать, не хотите себя счастливее чувствовать. То есть, вам нужно дать, как говорится, шанс медитации, увидеть, зафиксировать эти преимущества и 5 минут в день утром в машине, в автобусе. Опять-таки, если медитация для вас это 30 минут времени, конечно, нету этого времени. Даже длительную релаксацию, которая длится 30-35 минут, мы рекомендуем выполнять 1 раз в неделю. В воскресенье вечером прекрасное время перед сном, как говорится, зарядиться на рабочую неделю. Так что поменяйте свое отношение к медитации. Начните замечать преимущества, пользу, которую она вам дает. Дайте кому-то обещание, что вы будете медитировать. Начните вести дневник, что в вашей жизни интересного происходит. А на самом деле, когда вы начинаете пользоваться всем потенциалом своего мозга, разума, очень удивительные вещи приятные начинают происходить. И уж отказываться от этого точно потом не захочется. Кстати, вчера буквально только отвечала на вопрос, вернее, на комментарий девушки, которая написала, что несколько лет назад она очень хотела забеременеть, стала применять метод Сильва, ее жизнь стала налаживаться, она родила замечательного ребенка. Ну и дальше что-то закрутила, завертела, бросила. И сейчас жизнь разваливается, много страхов. И она пишет, что почему я бросила. Ну вот, знаете, можно начать. Начинайте прямо сегодня. Начните прямо сейчас. Начинайте.